Как говорят эксперты, оптимальная цифра сдавших кровь для нашего региона – это 1200-1400 человек в месяц. Молодежный марафон за три месяца дополнительно привлёк к донорству почти тысячу граждан. Мне хочется поблагодарить всех доноров, кто принимает участие в таком важном деле, сдаёт кровь. И хочется пожелать им огромного здоровья. По закону каждый работающий человек, ставший донором, имеет право на дополнительный выходной. У студентов всё не так однозначно. Дадут ли учащемуся свободный день, зависит от вуза. Например, в ДГТУ такое правило есть. Студенты, они такие же взрослые люди, которые, если они являются донором, наверное, имеют право на точно такие же преференции, как и работающие граждане. И было бы правильно предусмотреть это изменение либо в законе о донорстве, либо ещё в каких-то нормативных документах. Как рассказала Екатерина Стенякина, у законодательного собрания уже были позитивные примеры внедрения изменений в федеральное законодательство в интересах молодёжи. Задача закрепить за студентами право донорского выходного сейчас станет одной из первостепенных. Донорство – универсальная основа для здорового образа жизни. Ограничения по приёму крови подразумевают, что в течение 120 дней до забора материала у человека не должно быть случайных связей. Пирсинг и татуировка также предполагают паузу в 4 месяца. Я сдаю кровь донорам. Я пришла в первый раз. А как вы узнали об акции? Ефрем сказал. Это наш старост. Я старост. А вы сколько раз сдавали уже кровь? Вот тоже в первый раз пришёл сдать кровь. Так, волнуетесь? Ну, чуть-чуть есть, но думаю, ничего страшного в этом нет. Я узнала о том, что сдаётся кровь. Нам написано «старост», то, что требуется. И мы решили попробовать. Да, впервые сдаю кровь. Страшно, не страшно? Как родные отнести с пилициативой? У меня мама почётный донор, поэтому она отнеслась очень хорошо. Сказала «попробуй», конечно, это нужно. Мне очень страшно. Когда человек сдаёт кровь, то в обязательном порядке до отправки в банк её проверяют на ВИЧ, ЗПП и гепатит. Выясняют группу и резус, а также уровень гемоглобина. Кроме того, каждый донор посещает врача, а на следующий день может получить справку о проведённых исследованиях. Мария Караченцева, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону.